Всем привет! Привет! Сегодня мы хотим вернуться к той теме, которую затронули в прошлом ролике. Там мы рассказывали о том, как россиянам быстро перевести свой бизнес в Армению. Сегодня мы хотим остановиться на более бытовых мелочах того, как здесь можно обустроиться. Мы рассказывали в прошлом выпуске, или как это назвать, о том, что созданы две группы по релокации в Армению. И вот в этой группе задают люди очень много вопросов на тему, где снять жилье, как снять жилье. Как быть, если мы собираемся приехать с животными. Ну и в конце концов, где покупать продукты и где можно покушать в Ереване. Поэтому мы решили сегодня такой сделать мини-гайд. Мы немножко поболтаем, а в конце ролика просто дадим как текстовую информацию. Постараемся, чтобы все ваши вопросы не остались без внимания. Каждый день на территории Армении приземляется более 40 рейсов. Из России. В скором будущем их станет, безусловно, меньше. Потому что с 8 марта авиакомпании Уральской авиалинии, Аэрофлот, Победа, прекращают свои полеты. Но будет летать армянская авиакомпания Fly1. Пока она ограничивается двумя рейсами в неделю. Но обещает уже с 14 марта летать 5 раз в неделю. Дело в том, что количество россиян в Армении растет с каждым днем. И здесь уже шутят по этому поводу. Сегодня вот вычитала в Фейсбуке. Недавно встретил у Клопера армянина. Это к тому, что в центре уже так много россиян, что как-то и армян стало незаметно. Теряются. А если серьезно, когда вы летите сюда, не спешите снимать квартиру в центре. Да, конечно, это очень здорово. Центр приятный, симпатичный. Но цены на квартиры в центре сейчас спекулятивные. Потому что спрос огромен. Снять квартиру вполне можно, например, в таком районе. Такая, ну это окраина, но в принципе недалеко расположенная от центра. Да тем более Ереван-то город небольшой. По крайней мере для москвичей понятие окраина Ереванская – это, считай, центр. Потому что из любой точки Еревана, самой окраины Еревана до центра, на такси можно доехать минут за 15-20. Квартиры можно снять на таком местном ресурсе, как ЛистАЭ. В большинстве случаев вы будете иметь дело с брокером. И вам придется заплатить 50% от стоимости аренды брокеру за его услуги. Ну и обычно, как это и в Москве, собственно говоря, бывает, берутся деньги за первый и последний месяц пребывания. Депозит в размере одного месяца. Да. Жизнь на окраине чем еще хороша? Цены в магазинах часто ниже и ниже стоимость услуг. Например, парикмахерских услуг часто ниже в 2, а то и в 3 раза. Что касается магазинов. Дело в том, что здесь много сетей супермаркетов. И если, например, Сити, Тиран, Зовк относятся к дешевому сегменту, то в таких магазинах, как Парма, САС, те же товары могут обойтись вам на 50%, а то и на 100% дороже. На 100% вряд ли. Да, разы могут быть. Я сталкивалась с этим самым. Когда вы расплачиваетесь в магазине, лучше не платить карточкой. Мы сами столкнулись с тем, что по абсолютно низкому курсу идет перерасчет. Речь идет о рублевых карточках, понятное дело. Поэтому лучше приехать с рублями. И здесь хотя бы обойдя несколько обменок, потому что курс очень разный. Не меняйте в аэропорту деньги. Да, не меняйте сходу. Все-таки ищите, где более-менее ничего. Вот, например, 4,5 на сегодняшний день хороший курс. Ориентируйтесь на это. Когда вы прилетаете в аэропорту, пожалуйста, лучше пользуйтесь Яндекс.Такси через приложение. Потому что, ну, понятное дело, это всюду так. Так, видя вас, приезжих, вам предложат доехать туда, куда вы собираетесь. Ну, существенно дороже. Раза в три дороже, чем это вам обойдется через Яндекс.Такси. Да, настаивайтесь на своем или скажите, я сейчас посмотрю, сколько мне обойдется та же дорога в Яндекс.Такси. Вот отвезешь меня за эту сумму, тогда окей. Вот как-то так. Что еще мы вам хотим сказать? Да, и когда вы снимаете... Если вы снимаете квартиру без посредника напрямую, безусловно, тоже надо быть очень внимательным, конечно. Понимать, что вы снимаете у собственника квартиры, да, что у него при себе все документы. Мы не слышали о случаях мошенничества, но все же... На всякий случай. Да, надо как-то проявлять бдительность. Мы ничего не упустили? Что еще мы хотели сказать? У нас в комментариях к последнему ролику спрашивали про налоги, какие здесь налоги. Дело в том, что смотря какой род деятельности, какая сфера обслуживания, IT, не IT, там налоги везде разные. Малое предприятие – это индивидуальный предприниматель и так далее. В конце концов, компании нанимают налогового консультанта для таких целей, да, поэтому вот так вот сходу ответить, какие... На простой вопрос, какие налоги, можем ответить, налоги хорошие. В хорошие, в смысле, низкие. Ну, в смысле, щадящий. Щадящий, да. Что я хотела сказать, да. Школа Перспектива – это российская школа в Ереване, объявила снова прием детей. И предлагать такой вариант. Если вы прилетаете из России, там от школы временно открепляетесь, как на дистанционку. Продолжаете обучение здесь. А потом, вернувшись обратно, вы можете сдать аттестационный экзамен и снова там продолжить обучение. Так что эта школа сейчас открыта к сотрудничеству. По поводу общения, что я еще хотела отметить. В Фейсбуке есть две группы. Русские в Армении и русские в Ереване. Вступайте в них, там люди активно обсуждают. Отвечают на вопросы, приходят на помощь. Это очень вам поможет. А сейчас попытаемся ответить на часто задаваемые вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова